Благодаря стараниям устроителей конференции был это все тьюб. И вот тьюб выложен, я послушал себя и не мог заслушать, у меня в общем стало неприятно, неудобно. И значит я решил, я должен надвиниться, потому что было по форме и по продолжительности. Это прошло через все рамки, я был председателем, использовал очень нехорошо свое положение, но сейчас я уже как в обойне нахожусь, в той которой надо, значит полчаса, все. И поэтому, чтобы избежать вот тех незабываемых, которые были, я просто с вашего уважения прочту то, что, кстати, это нужно прочесть, что-то удобно нанести. Ну, что-то, так сказать, это уже материал содержится, что-то будет новое. Ну, значит, вся вся такая вещь. Ну, прежде всего, вступление тут довольно будет большим. Значит, начинание. Развитие технических средств, аналитических приемов исследований приводит в настоящий момент гипнотическому эффекту всевозможных диабрамм графиков, гадограф, различных схем и прочее, красивые раскрашенные графики. Все это служит в укоренении аналитической методологии, различными образами и эффектом всевозможных компьютерно-обработанных материалов. Это позволяет подчас при всей этой впечатляющей атрибутивной ширме, за этой атрибутивной ширме прятать бесценную работу, лишь являющейся имитацией реальных изюзкальных. Ну, вот это в моем удовлетворении такое. Есть ли, и естественно, очень авантажно выглядит логика всевозможных математических расчетов, формул физики, год, это все красиво, хорошо, убедительно, обследователь никаких, как сказать, обычно, прятензий не бывает. Вместе с тем, совершенно очевидно, что сравнительное в общении, сопоставление результатов разных работ, являющихся необходимым звеном научного анализа, имеет куда меньше привлекательность, ведь там нет нового, оно всегда слабее аналитического. Бесспорно, ряд научных ошибок, промахов, невежных выводов и решений возникают именно благодаря данной новостеретности. Примером служит проблема внутренних взаимоотношений так называемой биокостной материи, то есть живого и неживого вещества. В частности, ей будет посвящен международный симпотиум в октябре сего года, который проводят в университете 20-22 октября. Это проводится также периодически, через несколько лет. Термин «косная» был обведен в Бернардске как характеристика летосферного вещества. Применимо ли это слово в царство минерал? Согласно его сути, минерал не подвижен, мертв. Существует как раз навсегда данный объект, лишенный способностью развиваться, изменяться, и, естественно, тоже относится ко всем минеральным телам, предметам петрологии и литологии. Но с применением этого термина к минеральному веществу невозможно согласиться. Невозможно согласиться, так как первое био- и петровещество имеет единый принцип строения. Тетраэдры СО4 у минералов, составляющих 93% литосфера и тетраэдры СО4 у органических веществ. Вот это формула белка, то есть это самая конструкция белка, которая соответствует биологической проблоге. Вот, а это нет, это угроза белка. Вот, первое, нет, значит, нет, скажем, вот, нет. Вот, там, минерала нет, так. Теперь эволюция биологическая, это углерод, в конце концов. Все мы, углерод, азот, водород, кислород. Ну, и прибавки там серо, все, как сказать, фосфор и так далее. Вот все, что еще состоит, все, ничего больше нет. Кремний, кремний, это не живое. То есть вот СО4, это все вот митосферы, все. Но, но, у человека начал с кремния. Кремниевые топоры, кремниевые наконечники, стрел, скребки, все это тот самый удобный материал для существования на первых шагах. И кремний, он, в общем-то, заканчивает, простите, я уж так вот неаккуратно могу отворожаться, потому что, представить себе, без электроники, без вот этой самой компьютерной техники сейчас невозможно. И все вот в этом самое в ней находится. А это, в конце, имеет идеальный, как атомный, так сказать, кремний, чистый, вот интегральный, если возможно, сьемный, это объясняет уже не так. Значит, минеральная среда дискретна. Я говорю, так сказать, почему минерал не должен быть косным. Дискретно, минеральные индивиды совокупно образуют сплошную, неразделенные подстотными интервалами массу вовную породу, то есть, нейрологический биот. Неудачный термин, потому что биот это органика, а минерологический это рацион. Но все равно, для образного, так сказать, как-то обозначения. Дальше, так же, как и сложно скульптурные живые организмы, каждый индивид при свободной кристаллизации обладает своими формами, которые соответствуют известным многогранникам или являются их комбинациями. Четвертое, минералы растут благодаря поступлению питающих веществ до определенных пределов, затем заградируют, замещают другими или растворяясь в соответствии с законными кристаллами. Пятое, индивиды в своем росте подчинены принципу тех протоконов, что индивиды организмы. Вся совокупность минеральных индивидов создает фил, граница распространения которого минералогического ареала определяется педрологическими и металлогическими законами. Шестое, минералы обладают свойством симбиозных концентраций, например, калиево-полиозчатальбит, кварц-кислый плагиокласс, либо антибиозных, ну, кварц-алебин, кварц-нефилим, люди все это знают. Вот, значит, наподобие биовеществ минералы могут быть мономинеральными, на самом деле, сообщества могут быть мономинеральными, например, лаброзолит, или более минеральными гранитами. И минералы имеют разную продолжительность жизни, которая зависит, в частности, от минерального, так называемого, паразитизма. Ну, я это очень условно, это псевдоморфоза, это процессы минерогенеза имеют хронологическую привязку. Вот эти вот пункты, они не позволяют согласиться с термином употребляемого распространения, это не постное вещество, а это развивающийся по своим законам, очень сложным, не менее сложным, чем органика, и термин здесь должен быть другим. Какой, я не знаю, что я могу сказать. Минеральный, биогенный в отношении, что-нибудь в таком быть. Вот, значит, минеральная и геохронологическая шкала, грубо в усредненном выражении, соотносится с геологически примерно как одна к миллиону или к десяти миллионам. То есть, это процессы минерогенеза, они идут вот с такой скоростью. Это другая шкала, другие совершенно. Правда, имеется скорость, соразмеримость геологии. Ну, пожалуйста, черные курички, которые, так сказать, дают нам, значит, минералы, тепла, сосулефидов, потом, значит, саргантин и всевозможные, серы, которые выделяются в булканах. Ну, много довольно примеров, которые показывают, что... Да, вся биогенная, это минерология, то есть все наши, то есть всякие камни в печени, там, ну, вот, или там еще где-нибудь. Ну, вот это все тоже идет с разменом со скоростью нашего, так сказать, био-био-сообщества. Таким образом, минеральные вещества, лекарства, обладают теми элементами определяющими его существования, что и биологически, и может ошибочно приниматься костом только в каком-то временном срезе по неприемлемой для минерального объекта биологической шкале. Ошибочное, вот дальше, разделение всего минерального мира на белые кости привело к тому, что вещества принципиально конвергентные, основная масса которых является сугубо эндогенной стали, относится к безусловно биогену. Например, метан, углеводородные соединения, с различными метеоритами, кометами, продуктами извержения вулкана. Поэтому их накопки принимались за доказательства существования жизни Танусе. Все это указывает на необходимость выделить в природных углеводородных соединениях собственно органогенного, но не биогенного по типу органической химии. Органическая химия не имеет дело с органическим, с этим биогенным веществом. Это углеводородные, химия углеводорода. Поэтому так, поэтому надо говорить. Биогеновый тип веществ, живом и неживом состоянии, оплатывающий, и все живое. То есть это прокариоты, эокариоты, растений, животных, грибов, значительная часть этапосферы и витогенной витасферы, известняки, диатомиты, витогенные печаники, влиток, в колючей станции и так далее. Вот это вот витовещества. Дальше. Самопроизвольно жить в обиду не может в сверху убитых клетках протозов, имеющие абсолютно то же со всеми своими химическими, физическими, с живой. Остается мертвое, как мы ее не успешать, это относится ко всем умертеленным организмам. Без ухи аквалюм не сделает. Это вообще все хорошо знаем. Для оживления сложной органики необходимо возникнуть измены, витополя, вопрекленных, пока неясных условиях. Витоген организовывает неживую и высококолекулярную органику, начиная с создания гомеостаза. Особое состояние, которое находится в внутреннем танке живого энергии, которое представляет собой сложное сочетание биополей. Настолько сложное, что даже трудно и по-моему те разложить, что внутри нас это всевозможные функции организма, в отношении с нервной средой, это вот гомеостаз. Этим, по сути дела, живая клетка живой академии отличается от неживого. И дальнейшее существование развития антогенической, соответственно, филогенической диктуется именно гомеостазом, который, в принципе, должен представлять концентрат эндогенных полей, и которые, несомненно, взаимодействуют с эндогенными биополями. Антогеническая эволюция всех организмов неотъемлема в существовании ретрогенного поля, обусловленного явлением апостоза. Апостоза или апоптоза, так вот сейчас это идет в интернете. Ну, что это такое апоптоз? Это процессирующие у нас имеются развитие. Мы имеем, так сказать, рост клеток всевозможных, процессы, которые приводят к росту того или иного организма, растительного или животного. И есть одновременно действуют такие же силы разложения, такие клетки, которые у нас замещаются, клетки у нас разлагаются, замещается новым веществом, все другие вещи тоже происходят самообновления. Вот это вот разрушение внутреннее называется апостозом, которое, так сказать, компенсируется. Это такой же, так сказать, элемент развития существования гомеостаза. Ну, это часть гомеостаза, в общем, это считается. Ну, вот, чтобы приблиться к решению проблемы взаимоотношения органа и бита, следует сделать упор на нематериальное бита, несмотря на большую вероятность получения отрицательных результатов. В чем дело? Значит, все исследования, но в последнее время, они шли всегда к изучению вот белковых нуклеотидов, нуклеотид, всевозможных сложных соединений углеводородных, но, 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 но игнорировалось вот именно какие-то силы, которые организуют и сообщают люди. Ну, вот, витализм, извините, такой вот и было, у нас это реакционное было лечение, так сказать, оно, по сути дела, игнорировалось, и благодаря этому сейчас это в тубике. Все это кончилось консерватами опарина, значит, это не биологическое, не живое вещество, это просто концентрация белков. И вот эти очень интересные, но заклименные, значит, как, чуть ли не враг народу, Лепешинский, Ольга Борисовна такая была, наверное, кто-нибудь помнит. Это было, ну вот. Одиозная фигура. Так вот, одиозная, она, значит, сказала, что она сделала живую клетку, значит, все это, оказалось, это, в общем-то, не так. Она не сделала этой клетке, благодаря этому, значит, ее вместе с Лутенко вывели, значит, вообще. Но, но у нее есть один элемент, она создала живую среду, с которой экспериментировали. Вот эту вот среду, вот с ней надо было продолжать, видимо, какие-то эксперименты, какие-то поля наводить. Возможно, вот с этой точки надо дальше вести исследование. Поэтому мы ее считаем заслуга неоспорима. А, конечно, то, что они там навертили, так вот, говоря, Сталину там, еще, значит, передовая наука, ну и так далее. Это было, как раз, в середине 40-го, начало 50-х, по-моему, вот, правда, смерть и Сталин. Вот. Наиболее впечатляющий материал, по сути, в виде энергии нет, может быть получен в результате анализа доступных планетарных характеристик. В становлении планет земной группы подразделяется на две стадии. Первоначальная, общепланетарная, вторая, индивидуальная, свойственная только той или иной планете. Ну вот, вторая стадия, рассматривая для нас, фиксируется формированием этого единственного, которое у планеты имеют, сохранить в ней свою верхнюю оболочь. Из планет данной группы наиболее информативны в аспекте обсуждаемого вопроса, имеющими в то же время резкое исходение по большинству характеристики, служат Марс и Земля. Марс. Значит, откуда взяты материалы? Естественно, материалы, это самое, я не мог иметь, это никто в России не мог. Это Geology of Marx, Википедия, инфлюэнциклопедия, значит, обобщение примерно 250 работ, опубликованных в основном американцами. И изложенные вот в этой самой Википедии настолько детально, что я рекомендую в интернете что-то посмотреть, потому что там 31 великолепная карта Марса, со всеми, каждая карта открывается, и там идет статья по поводу всех особенностей в строении, очень интересная информативная вещь. К сожалению, по геологии там материала мало, в основном геоморфология, всякие, значит, там погодные вещи. Ну вот, значит, Марс представляет собой геотюбную модель Земли, остановившись в своеме продвитии на первой стадии, имея вдвое меньшую диаметру плотности, 397. Марс почти нацелу в большинстве атмосферы, так как давление марсианской поверхности в 160 уменьшу, чем у Земли. Гидросфера, но не в настоящее время отсутствует, встречаются лишь участки икриолитосферы, икриосфера, это шапки водяного, водного и углеселок, творога, на полюсах планеты. Вот, это южный полюс Марса, это вот шапка ледяная, или, значит, угледисболкина. Вот эти черные вещи, это слои, слои чего? Слои ирлюмиальные пыли, образующиеся при марсианских морях. Они согласят. На лед и дают, значит, такой слой. Вот это, значит, это южный полюс, а северный более крупный, как и мазь. Я не знаю, вот это тоже, там, видите, какая интересная, интересная тут структура. Марсианские шапки. Так, значит, сегиментосфера представлена сериями горизонтальных, неслабо наклонных, залегающих маломощных слоев, сульфадно-карбонатных, частично тонкообломочных пород, подстилаемых базальтоидами. Характерно, что последние имеют массивную текстуру. В них отсутствуют пензешлаки, а также шаровая подушечная ельность. Следовательно, излияние, не содержащие воды и других летучих лав происходили в условиях гидросферы. В АСКО происходили в отсутствии гидросферы, хотя имеется достаточно распространенной следы деятельности водных платоков. Чего? Значит, это... А, вот, как это конгломерат. Конгломерат справа, земной, значит, где-то в Канаде. А, слемо-марсианский конгломерат, почему-то он очень бредный, потому что то же самое, практически. Но это альвеальный конгломерат, то есть конгломерат возникший при деятельности водных платоков. Это не каких-то там значит, ларин там или океанок и так далее. Это вот такая вот интересная история. Старсисированная сегментосфера, перекрытая элювием, минеральный состав которого в условном минералогии подстилающих и фузим. Что это такое за минералогия? Фаэлит, Авгит, Пижанит, Гиперстен, Кальциевый плагиакваз, Гематит. Экзотинные минералы это Гетит, Гипс, Ярозит, Сульфаты, Магнии, Монгмолиланин. Вот это практически я перечислил, наверное, 90% то, что там было обнаружено. Других сведений я не смог получить. Вот такие вот основные минералы. Характерно, нет совершенно земных минералов, таких как Варс, кислой плагиаквазы, никаких нет слоевых силикатов, гентричных силикатов. Они там отсутствуют. Вот. Ну, я тут это, значит, Типичным для строения верхней части литосферы и живеху Марса является обилие вулканов центрального типа, центрального типа, а также разновременных и разномасштабных островен, окруженных разбросанными по поверхности марсианских равнин многочисленными острововольными импортитами. Поверхность покрыта дисквамационный и реальный куриц при облигании частиц оливина фермы СО4 это силикат железа и гетита фермаркарта гидроокет железа сообщающий планете красную покраску. Вот она за гетита красной гетита. Считается, что следствие интенсивного развития концентрических формок ольга рельеф Марса местами приобретает характер голландского сыра свист чиз ну, это такой перевод а нет вот значит это самое то, что вы знаете свист чиз а вот это я не буду это самое здесь это марсоход Кириос это последний у него как в чистушке пишется сносились колеса стерлись почему потому что американцы не имеют ни одного что рельвин это очень абразивный минерал и значит катаясь по паттерности марса вот этот вот один стерен значит те колеса которые были естественно они думают что пыль имеет большую мощность и что не надо на это обращение на каталог вот такая вещь гульоз это дайка гипса дайка гипса у нас я что-то не знаю на Урале есть по-моему в этой дозе как вопрос которая прорывает базальты ну дайка гипса прорывающий базальты это совершенно что-то такое ну и она еще разорвана все это так сказать вот тут это надокументировано в жюри осетиваться последние вояже так на Марсе пока гипс трещина да на террасированных склонах как отмечалось обнажаются породы лимногенных тонкостерфиксированных толщ лишенных какой-либо ритмичности в которых отсутствуют признаки складчатых деформаций вот ну очень бледно видно полоски вот эти да тонкие тонкие полоски это границы слоев это склон какой-то там значит и вот эти тонкие полоски они свидетельствуют о том что это не морские флага это все губа озерное отложение то есть спокойный средний спокойный который давал напор значит неповторяющихся слоев там нет никаких лишений чего и нет складок очень важный что такое там нет прикативной тектоники на Марсе не обнаружены складки в отличие от Венеры например так значит на Марсе пока не встречи на органических соединений жидких или твердых углеводородов может быть я что-то укусил я не нашел в литературе свидетельствую что там какие-то такие соединения а также свидетельствую существование каких-либо клеточных форм по аналогии с другими космическими телами можно считать что органосфера там все-таки есть об этом свидетельствуют редкие мелкие не имеющие определенной природственности небольшие пятна метана следовательно признаков жизни не в настоящем и соответственно признаков жизни не в настоящем не в прошлом на этой планете не устанавливается и не надо значит я тут очень много говорить теперь Земля ну о Земле тут много или много или очень кратко я кратко так вообще в основном Землю знаю слава Богу надеюсь она имеет глубинные сферы слагаемые веществом отвечающим по своим свойствам основным ультразновным комплексом Марса эти формы возникли в первую для Марса и завершающей стадии эволюции обоих планет образованные во второй стадии самые верхние относительно самые легкие слой Земли представлен гранитогнейсов оболочкой перекрытой прерывистой колоссоденной седиментосферой которая в отличие от морщинской имеет многопорядков большую мощность латеральную изменчивость и сложную условие залегания и наличие класса органоденных пород в генеральном составе гранитогнейса превалируют кварц каленопылевые шпаты натро кальциевые полевые шпаты ленточные слоевые эндогенные силикаты плюс большое количество эндогенных минералов не встречающихся в первостадийной сфере и отсутствующей нарушки данный седиментационно- гранитогнейсовый слой обладает обилием сложных разнообразных структурных форм сформировавшихся процессор полихронной седиментации пликативной дезинктивной тектоники метаморфизма и металлогении он имеет многомиллиардную историю становления подразделяющейся лут на 6 р ну архей протерозой не так сказать карамент полиозой мезозой кинозой и условно необходимо выделить антропозой потому что человек имеет сейчас так сказать функцию очень серьезного геологического фактора разрушающего фактора и нужно с момента цивилизации такое утверждение эту р обязательно объединить тогда будет как-то легче ориентироваться что чего делать развитие земли оболочки земли имеет четкий тренд усложжения ее состава поликонденсация поднимается глубина углеводорода преимущественно метана жидкие олифатические углеводороды в природном гонологическом ряду метана добываемые горючие нефтяные жидкие водорода твердый кристаллический класс алканов это все значит будет показывать что по накопившимся материалам нефть имеет и вполне аргументированно неорганическую природу все-таки этому сейчас посвящено несколько симпозиумов в Москве они перекратили инициативу Ленинградского у нас был главный Кудрявцев Николай Саныч по неорганике он много сделал потом он заглох в Нигри с Беломиным потом что-то с Америкой обхепнул потом Крохоткин очень сильно поднял и потом сейчас проходит симпозиум нефть неорганическая сейчас про то, что газ неорганический по-моему сейчас уже никто не спорит органический газ это уже парадокс такого количества гадок органика чтобы с такого гадок это вообще трудно представить сейчас даже диссертацию по поводу неорганического ну в общем нефти тоже сейчас очень серьезная работа так сказать говоря месторождение нефти вот Белый Тигр открытый в Викиме Конго в Вьетнаме он находится в гранитном батоличе находится месторождение нефти ни мало не много просто в гранитах несколько сотен месторождений находится в кристаллических породах это видите разбросано по всему миру то есть это так сказать масса всяких других да нефти много в этих алмазных трубках потом очень много в Сибинском массиве нефть прям жидкая которая буквально ну так сказать ну так сказать если нет коллекторов поэтому она находится в тречне так дальше теперь вот значит такое заключение обращаясь к креационизму и ретроденезу в аспекте рассматриваем проблемы констатировали опять-таки ретроден что ретроденами являются первые ленточные слоевые синдикаты по отношению к островным и цепочечным ядроксин содержащие пиполы слюды хлориды серпентины и прочее они образуются при регрессивном метаморфизме ретроградно замещая лепинорамбически монокринные коррекции это ретрогренность первая второе сам гранитогенезовый слой образовавшийся испытавший большинстве сольем соответствующий диафтаж споропородом металлургическим изначально осадочный материал который возник при разрушении поля морями исчезнущих материков и потом псиометасоматическое эндогенное родообразование до кембрия но здесь я могу адресовать работам нашего института до кембрия там это сильно очень разработала подбила покойной Марине Евгеньевне солье вот это главная ее заслуга а не какие-то общественные которые потом в конце она жизнь воспринимала это у нее масса публикаций не только это ретрогенная ретрогенная то есть ретрогенез дал все основные мусторожения на земле то есть примерно 70% всего того что добывает человечество вот следовательно первая жизнь на земле своей основой порождена процессами ретрогенеза в не меньшем мере чем креационизм и второе сложно устроенная обитаемая земля безусловно ретрогеннее мертвого Марса на котором земные сложения отсутствуют ну знаете у меня еще вот заключение я не знаю минут минуты 3 я прочитал вот хорошо ну заключение такое вот кода очень нехорошее потому что обычно всем она очень не нравится она такая так сказать ну что бы написано в таком миноле ну то что так сказать есть это дальше примерно я не футуролог не даталко как говорю значит этот самый Лев Николаевич умилет поэтому поэтому тут что можно из общих соображений что идет человечество что такое человечество человечество это род который возник 2 миллиона или полтора или один он живет человечественный сейчас он так сказать и он должен закончиться так же как любой пил на земле любой особенно короткий век существования не века перевод имеют великопиталищи помните цеплезубые тигр слоны еще масса всяких которых мы не знаем мамонты неизвестно кто купил человек коротко значит человек обличен ну не надо думать сколько какой период видимо еще несколько тысячелетий тысячелетий одно или тысячелетий два вот так что вот такой вот я просто знаю что будет значит потом сверхчеловек но это мало ну вот а если говорить строго научно то что сейчас об общей этим делом значит такое сообщества высшего интеллектуального технического уровня будут замещаться среди затем нищих последние умирающие государственные общественные структуры есть организации распределяющие пищевые ресурсы пытающиеся защитить остатки человечества с междоносным воздействием отравленной окружающей среды если высокоразврата цивилизация далее произойдет либо хомо вымирание рода хомо либо ретрогенез этого вида до уровня хомо хобилис первобытного состояния остатка хомо с ретрогенцией подсемейства гоминита ну вот я должен еще значит здесь я должен привести высказывание бюджетного я считаю очень крупного чиновского ученого публициста вот писателя фантаста которым всем известный герберт с которым этой фразой практически завершил один из своих романов то есть это самая машина времени и за уважение его все-таки должен привести это на том языке оригинала вот что он говорил значит то есть путешественник по времени мрачно размышлял о достижениях человечества и видел в растущем нагромождении плодов цивилизации ту гору которую в конце концов неизбежно буш и намерно погребет своих торцов это вот так сказать такое грустное заключение того же примерно та же тезис содержится у Толстого они параллельно работали потом много других учебных много других учебных дальше будет ли иметь место адаптивные изменения не только ментальных но и физиологических характеристик не произойдет реорганизация внутренних органов обрастания шерсть усиление просто мышечные структуры то есть приобретение зероподовного это пока нет но возвращение человека на то место которое он уже проходил в своей эволюции подобно тому как морские млекопитающие прилижали в подобную форму с плавниками млекомыми конечностями это будет осуществлено как так сказать видимо этот процесс пойдет и превратит человека в ординарное биологически экологически безопасное звено биосообщества так теперь значит предветы человечества свой биологический тупик безусловно данная проблема небезразличная мы делаем синергичные попытки ее разрешить найдя подходящие планеты прежде всего за пределами солнечной системы но искать пустующую планету подобной земле ожидающей иммигрантов в пределах солнечной системы лишено смысла так как она должна иметь единственную атмосферу гидросферу депросферу и приемлемый для жизни людей климат гравитации быть необитаемым единственным технически возможным местом для переселения в очень далеком выдаче является Марс на котором к сожалению ни одной из причинных условий кроме последнего не соблюдается и он новый квартир в каком появиться не может в известных и неизвестных планетарных системах безграничной вселенной возможно существование планет которые по своему настроению похожи на землю имеются в своем гранитаре генетаре оболочку биосферу разницу до уровня цивилизации способны вести поиски космических соседей сохранность производимой сигналов при таких поисках сигналов цивилизации должны звать сигнал физическое выражение при путешествии в течение миллиардов или сотен миллионов лет более чем проблематично время существования цивилизации несколько тысяч лет максимум составляет очень малую величину при путешествии сигналов поэтому затея межпланетной коммуникации мордаль обследования обеспечить необходимое предварительное обследование ближайших планетарных систем удаленных на миллион световый гендер с помощью гипотетической сельхеки абсолютно нереально еще более топичной планирования каких-либо межпланетных перемещений людей запрошли с солнечной системой с помощью такой техники человечество родилось существует окончательство жителей на земле и к самой идее планетарного переследования отнесется отрицательно еще вот почему она позволяет земным правителям рассматривать альма-матер как место временного проживания и тем самым с нарастающей скоростью приближать момент экологического полоса ну благодарю за внимание и извинишь можно за такое вопрос по сожалению вопросов времени не хватает а давайте мы уже решили шапку северную шапку марса шапку марса ледяной можно открыть вот это скажите пожалуйста такое впечатление что шапка образовалась в результате вращения и линии показывают то же самое возможно потому что марша марша такие же сутки как и на земле она крутится в результате вращения марса конечно это может быть но вот эти темные полосы это слой марша пыли который значит она тоже поехала да она у нее 23 часа по-моему сутки марса так что это совершенно реально здесь можно добавить к этому спирали на земле на венере и на сатурне на полюсах на северных полюсах существует дикое образование это дыхательное ну это уже да а почему у нас нет ну у нас есть у нас есть у нас нет такого иллюзия который на марсе тоже нет такой пыли энергетическое движение на земле не на первом там же еще раз спасибо спасибо вы пару раз упомянули слово биополь биополь что вы под этим понимаете можно вы знаете я ничего не понимаю вот так вот можно ответить это категория интересный ответ я знаю это не ответ ну не ответа ну вот я бы тут попросил Косыгина ну Косыгина не нашел этого самого а Геори Цаныч Косыгина тактонист в Весной Академии который значит в своей философской книге тут написал очень интересную вещь значит что сейчас нельзя заключить что разум это одно из проявлений биополь реализуется за счет нельзя исключать что разум человека реализуется за счет гипотетического генерирующего разум космического поля что же физически невладимого как и гравитет ну вот это это сказано им в этой книге еще плюс к тому что идеализма нет здесь не заисследованный материализм